Добрый день, дорогие телезрители! С вами Книжный Бум и я и его ведущая Татьяна Славьёва. Лето, пора путешествий и возможности почитать книги. Поэтому в этом месяце я выбрала пять книг абсолютно разных-разных жанров, но на которые стоит обратить внимание. И начнём мы с книги, любимой книги редакции Репол Классик «Сердце джаза». Это история девочки, девочки-подростка, которая обожает джаз, слушает его постоянно, но при этом девочку не принимают в её обществе, одноклассники над ней смеются. И вот однажды она идёт по улице и слышит ту музыку, которая ей очень нравится. И она случайным образом знакомится с дедушкой, который ей рассказывает свою историю любви к джазу. И мы переносимся во времена Второй мировой войны, когда он, подросток, влюблённый в джаз. Господи, и его родители, конечно же, против джаз. Нет, не занимайся им. И рассказывая историю своего подросткового возраста, своих переживаний, дальнейших возможностей, он помогает главной героине решить проблемы, с которыми она сталкивается сейчас. Это два подростка в разное время, но одна любовь к джазу. Читайте. Роман, который я хочу порекомендовать вам прочитать в этом месяце. Дани Ретт «Арктический клуб любителей карри». Этот роман выпущен новым издательством «Дом истории». Ребята удивительно талантливые, находят классные произведения. Команда, которую собрал Борис Макаренков, она вышла из замечательного «Стритела», главный редактор Настя Завозова и издатель Ира Ребцова. Вот они объединились и подарили нам потрясающий роман. Девушка, которая не знала своей матери, воспитана любящим отцом. У нее отличная работа, классный парень. Но чего-то не хватает, чего-то важного. Она отправляется в Арктику вслед за своим парнем в надежде что-то изменить. Там холодно, она не приспособлена. И для того, чтобы найти себя, она начинает готовить. А начинает она готовить по рецептам своей мамы, индийской кухни. И чем больше она готовит, тем больше она вспоминает то, что, наверное, не хотелось. Это история самоопределения и поиска себя. Она круто написана. И я надеюсь, что, уделив ей неделю, а может быть и две чтения, вы насладитесь и узнаете, что путь к себе лежит через желудок. Сегодня в нашем выпуске еще одна книга про джаз. В джазе не бывает ошибок. Любой самый случайный звук превращается в импровизацию. И Рада Берг – это современный русский писатель, которая собрала в этой книге небольшие рассказы, повести о себе, о жизни, о музыке, о подслушанных разговорах, о любви к джазу. Мне нравятся эти небольшие истории, потому что они создают настроение. Петрикор. Я, если честно, узнала, что такое Петрикор только благодаря и ради. Это запах земли после дождя. И вот этот рассказ, он настолько трогательный и нежный, о потере любимой и поиске себя, об отчаянии и надежде. Все рассказы наполнены надеждой. Она читается легко. Это книга настроения. А аудиоверсию записали близкие друзья и Рады Берг, Максим Матвеев и Маша Миронова. И уже сейчас вы можете послушать аудиоверсию на одной из платформ. Читайте и слушайте джаз. Книга, на которую я хочу обратить вашим вниманием, вышла в моем любимом издательстве «Симбат». Моника Али «Брак по любви». Конечно, я не скрою, что взяла эту книгу из-за ее красоты. Вы только посмотрите. Но это же какая-то фантастика. Но на самом деле я знаю этого автора по бестселлеру Бриклея. Когда я начала знакомиться с романом, я подумала, что это будет любовное, хорошее, крепкое произведение. Но это не так. Нет. Любовь присутствует в книге, безусловно. Но здесь, скорее, это семейная сага. Семейный роман. Главная героиня – Ясмин. Она молодой врач. У нее интересная семья. Она воспитана в определенных традициях. Она идет по следам своего отца. Он тоже врач. У нее замечательный парень. И несмотря на его эксцентричную мать, которая является писательницей, пропагандирующей феминизм, родители находят точки соприкосновения при знакомстве. Достаточно любви для счастливой жизни. Может ли работа помешать ей? Здесь будет рассказ о жизни, о настоящей жизни, об операциях, о постоянной спешке, о сложностях после того, как вы пообещали друг другу долго и счастливо. Это вкусный роман с хорошим слогом. Это история, в которой просто хочется побыть. Наслаждайтесь. Закончить сегодняшний выпуск я хочу сразу двумя книгами. Что необычно для нашего формата, ибо я рекомендую пять книг. Но я надеюсь, вы меня простите, мою вольность. Потому что это диалоги. Олег Рой. И новые книги в серии 7. Я, кажется, в одном из выпусков рассказывала вам о своем любимом романе «Старьевщица». Серия 7 – это философские притчи. О том, что самое важное в нашей жизни. Эта диалогия – это любимые романы автора. И это, конечно же, полные версии этих произведений. Вы можете прочитать обе. Вы можете прочитать одну. Причем в разном порядке. Но вы поймете все только вот так, совместно. Но это не помешает воспринимать каждое произведение отдельно, как роман. Итак, ловушка для ангела. У каждого из нас, с вами, есть ангел, который за нами присматривает. Почему бы нет? Это хорошая история. А представьте себе, что ваш ангел не то, что вас поддерживает, но так сильно направляет. И считает, что он знает лучше, как вам жить. Он просто уверен в том, что вы делаете не то. И в результате его подопечные становятся несчастливы. Его семья разрушается. Ему кажется, что он прожил не свою жизнь. И он решит попрощаться с ней. Будет суд. И вскроется, что ангел своевольничал. Что будет дальше, вы узнаете, прочитав книгу. Это удивительная история. Олег вообще умеет тонко подметить жизненные ценности. Наверное, поэтому его романы так популярны и не теряют своей актуальности. Я Татьяна Соловьева и издатель StoryPool Classic прощается с вами и рекомендует по прочтению все эти пять книг. Точнее шесть. Побольше вам классных историй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова